Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня среда и, как обычно, в эфире программа «Главная». С вами я, ее ведущая, Нина Демогла. 27 августа 1991 года была принята декларация о независимости Республики Молдова. Это значит, что буквально через несколько дней вся страна будет отмечать эту дату. И сегодняшняя программа будет посвящена обсуждению государственности, целостности, успехах и основных проблем нашей страны. Это мы будем обсуждать с гостями нашей студии. В гостях у нас сегодня депутат парламента Республики Молдовы Елена Бодноренко, а также эксперт в области конституционного права Виталий Катана. Добрый вечер, уважаемые гости! Добрый вечер! Добрый вечер! Госпожа Бодноренко, скажите, вы будете отмечать День независимости Молдовы? Да, как обычно, ежегодно этот день мы отмечаем, потому что я считаю, что независимость это одно из величайших завоеваний любого народа. И если говорить о молдавском народе, то еще со времен Штефана Челмари, великого и святого господаря, все молдаване на протяжении веков мечтали о независимости, обрели ее почти 26 лет назад. И я считаю, что этот день должен быть праздником. Для нашей семьи это праздник. Вы знаете, известный Никола Макеавелли как-то сказал, что народ, который более случаю получил свободу и независимость, ему всегда намного сложнее удержать эту свободу и независимость. Вы как считаете, эта фраза может быть хоть как-то отнесена к нашей стране? Да, она не хоть как-то может быть отнесена, она может быть конкретно применена или, скажем, озвучена, как будто бы на примере Молдовы. К огромному сожалению, на сегодняшний день мы в большинстве своем еще не осознаем, что такое независимость, не чувствуем себя независимыми и, что самое главное, не умеем любить нашу Родину. А что значит «не умеем любить нашу Родину»? Для меня это одно из составных понятий государственности и независимости. Знаете, у молдаван есть такая пословица «Вишничейсон из Кутласад». Вот для меня, я не молдаванка, я украинка, родившаяся в Молдове, но для меня вот в этой коротенькой пословице собрано понимание Родины с точки зрения коренного молдаванина. В нашем детстве, помните, была песня «С чего начинается Родина», и там вроде бы нехитрый текст, перечисления с картинки в твоем букваре, с друзей, которые живут где-то рядом с тобой, с березки. Я, например, Родину люблю не только, потому что я в ней родилась. Мои учителя меня научили эту Родину любить, и я считаю, что тогда в советское время советская школа построила очень серьезную систему воспитания человека и воспитания в нем уважения и любви и к семейным ценностям, и к государственным ценностям, потому что, когда мы были детьми, каждый год Министерство образования провозглашало какую-то программу. Например, один год был посвящен круглой дате Победы в Великой Отечественной войне, и все мероприятия были приурочены к этой дате. Другой год тема была «Люби родной край», и нам рассказывали и о лекарственных растениях, и о других растениях, о злаковых, о фруктах, об овощах. Третий год нам рассказывали о народных ремеслах. Мы встречались с представителями этих народных ремесел. И вот так вот где-то в форме игры, где-то в форме, скажем, ненавязчивого урока нас учили любить каждую травинку, каждого представителя флоры и фауны. Я уже не говорю о людях. Я считаю, что вот этот момент очень давно улучшен в нашей стране, и нам его сегодня не хватает. И это одна из причин, по которой молодые люди так легко уезжают из этой страны. Господин Катана, вы можете себя причислить к числу патриотов Республики Молдова? Ну, я... Это уже, знаете, проблема нашего общества, что когда ты говоришь, что ты патриот, многие будут понимать по-разному. И все будут набрасываться на то, что ты сказал. Да, я патриот, потому что я здесь родился, и моя судьба, хочу я этого или нет, потому что, говорится, не дай бог что-то случится, и, говорю, никогда в жизни, никогда. Но я надеюсь, что так получится, что я свою жизнь проведу здесь, у меня ребенок родился здесь, я родился здесь. И я патриотист понимаю так, каким бы то ни было государственное устройство данной земли, человек, который здесь родился, должен быть лояльным и желать лучшего именно людям, которые здесь находятся. Я так это понимаю. В любом контексте, и что бы то ни было. Потому что нас жизнь не может разбросить куда угодно. Мы были в Советском Союзе, сейчас независимость, и потом еще неизвестно, что будет. Жизнь покажет. Но я так понимаю, патриотисты должны быть лояльны данному месту и желать лучшего этому места. И все мои, скажем, отношения, все мои высказывания, все мои домыслы всегда соотносятся именно к данной констатации. Поэтому с этой точки зрения я, конечно, могу считать себя патриотом. Это естественно. Повторяю, родители мои здесь, дедушки, бабушки, до них. Поэтому говорить, что ты не можешь быть патриотом этой земли, это неправильно. Во-первых, в принципе. А дальше уже как субъективно каждый относится. Первый вопрос я вам задала как гражданину этой страны. А второй вопрос хочу задать как эксперту в области конституционного права. 26 лет со дня независимости, принятия декларации о независимости Республики Молдовы. Вы как считаете, за это время Молдова укрепила свою независимость? Какие глобальные проблемы с точки зрения государственности, с точки зрения территориальной целостности? У нас на сегодняшний день существует. Ну, вы знаете, тут, конечно, многие эти вопросы опять соотносят к разным, скажем, вещам. Некоторые это соотносят, например, к Советскому Союзу. Говорят, вот хорошо было в Советскому Союзе, а сейчас вот плохо. Я не согласен, кстати, с этим тезисом. Я смотрел одну статистику. И, кстати, уровень жизни, как показывается, или ожидаемость на румынском, называется аспиранца девиация, который показывает определенный уровень жизни. И я вам скажу такую очень интересную вещь. Оказывается, оно сейчас выше, чем предел, который мы достигли в Советском Союзе. В Советском Союзе было где-то 65-66. А сейчас он стал или чуть выше. Но, во всяком, разница сейчас 5 лет. Значит, у нас где-то 71 или 73 года. То есть, 5 лет – это все-таки показатель. Поэтому я не соглашусь именно с мнением вот такого образа. Я думаю, что когда мы говорим вот об этих 26 годах, к сожалению, у нас, я не знаю, причин много, но правильного отношения нет. Все приводят какие-то вещи, которые никак не связаны с нашей реальностью и никак не соотносятся с тем, что должно быть. Я слышу или слишком оптимистические вещи, или же, извините, слишком пессимистические вещи. И то, и другое неправильно. От граждан страны? Да, да, да. И от людей, которые представляют, от того, что мы называем лидерами, скажем, мнений, да, вот люди, которые представляют какие-то сегменты нашего общества. Поэтому было много ошибок, но в любом случае, на мой взгляд, и произошло и много хорошего. Я вот, извините, опять за тривиальность, но один раз шел по тротуару и вдруг замечаю какую-то аномальность, с моей точки зрения, да, вот по дороге едут машины и замечаю что-то там неладное. Оказывается, а потом, конечно, посмотрел очень четко и уточнить, почему у меня такая была реакция. А там оказалось, что вокруг одни, там, Mercedes, BMW, Volkswagen, там, Toyota, все, что хочешь. И среди них оказался вот этот жигуленок такой, немножко старенький, да. И он немножко задержался на светофоре. Все поехали нормально, он немножко опоздал. И там остальные смотрели как-то непонятно как. И я поймал себя на мысли, вот какая у нас ситуация вот на данный год. И когда я слышу вот такие плаксивые мнения, а у нас это есть, вот я не знаю, если другие заметили, но я замечаю, у человека, и это сплошь и рядом, у человека все на столе, иногда этажами. Вот еда, вот когда пойдешь на свадьбу, а это у нас часто происходит. Дни рождения или разные торжества, столы ломятся. Там не один, а три, уже четыре этажа тарелок с едой. У всех смотришь, жизнь сложилась, дом, машина кому надо, все, что хочешь. Дети у всех на своих местах. Но при этом почему-то все плачут. Вот как плохо, вот как не все хорошо. Поэтому вот есть такое у нас, не ценим то, что у нас есть. А многого хорошего есть. Конечно, есть и трудности, есть и, к сожалению, много людей, которые живут сложно, живут плохо, нужно это признать. Но моя точка зрения исходит из того, что нужно ставить правильные оценки для того, чтобы можно было их исправить правильно и для того, чтобы жить дальше лучше. Потому что если мы будем форсировать и как-то ставить оценки или диагностику, исходя из каких-то интересов или соображений политических, то, наверное, оценка будет неправильна. И отсюда будут возникать сложности для решения именно тех проблем, которых нужно решать, а не тех, которые некоторые представляют, что нужно решать. Ну, с точки зрения, наверное, вам как гражданину сложно абстрагироваться, но все же хотела бы выслушать ваше мнение с точки зрения юриста, человека, который знает конституционное право. Какие вы можете выделить основные проблемы государственности Республики Молдова, которые мы за 26 лет так и не смогли еще решить? Ну, проблем с точки зрения формального права нет. Молдова – страна, признанная всеми странами, всем международным сообществом. Проблема, как говорится, по Булгакову в головах людей. Понимаете? Люди, к сожалению, видят вещи по-разному. К сожалению, у нас опять общество очень раздроблено. И много сегментов, которые видят не то, что в две разные стула, а в несколькие, ну, десятками, наверное, вряд ли. Но очень много, скажем, точек, к которым ориентируются, даже не к двум, скажем, а к большим точкам, которые ориентируют людей, и это мешает. Потому что все между собой борются, и отсюда возникают все проблемы. Потому что возникает такая ситуация, когда опять по классике, так борются, говорится, за мир все, что камни на камне не остается. Так у нас и получается. Все так борются, что было хорошо в Молдове, что камни на камне не остается. Это именно из-за этой раздробленности. Я говорю так, конечно, у нас могут быть разные видения, разные отношения, разные, скажем, ожидания, разные направления, разная ориентация. Но я говорю так, какая бы ни была ориентация, наверное, должен быть такой список каких-то вещей, каких-то ценностей, с которыми все должны согласиться и понять, что они для всех обязательны. Ну, например, о каких ценностях, на ваш взгляд, какие ценности имеете? Ну, я не знаю. Вот, например, скажем... Религиозные ценности, нравственные ценности? Нет, вот тут как раз ничего. Потому что Молдовая, имея в виду, что мало может предоставить своим гражданам. Вот одно из условий, которое должно быть учтено, это свобода людей, свобода мыслей, свободное ориентирование. Можно ориентироваться на Запад, на Россию, но я вот даже в контексте наших конкретных некоторых проблем, я всегда говорил, вот в парламенте, помните, напали на парламент. Моё мнение было такое, что, ребята, ну, я понимаю, вам, может, не нравится одна партия, может, не нравится один лидер политический, другой ему, но не надо доводить вещи, скажем, до крови, понимаете? Потому что мы знаем и на нашем опыте, и на опыте других, что это не очень-то приятно. Вот когда где-то происходит военный конфликт, там ситуация для жизни не очень-то хорошая, там возникают проблемы и с едой, и с водой уже, и до этого доходят, и с медикаментами, и со всем, понимаете? Вот я говорю, давайте бороться политическим, на политическом поле политическими методами, да? Есть выборы для этого, есть все условия. То есть политическая культура? Политическая культура, правильно. Не надо доводить вещи за рамки, где уже нужно говорить о провокациях, о крови, о войне, о конфликтах и так далее. Вот давайте бороться на уровне политических идей. И вот во всех вот таких ситуациях, на мой взгляд, вот правильно вот такое отношение. К сожалению, у нас, я думаю, есть такие, я надеюсь, их немного, но есть такие люди, которые мыслят по-другому. Они хотят, чтобы было всем плохо. Вот, как говорится, пусть будет после меня хоть потоп, вот именно по этому принципу. Вот такое отношение я не воспринимаю. Спасибо. Госпожа Боднаренко, какие основные проблемы 26 лет со дня принятия декларации о независимости Республики Молдова? Я соглашусь с моим коллегой, что визибельные и законные, формальные наши принципы независимости и атрибуты независимости в Республике Молдова есть. У нас действительно есть и государственные структуры, законодательная, исполнительная власть, местная власть, юридическая. У нас есть граница, у нас есть герб, гимн, флаг, конституция. Мы действительно признаны и международным сообществом, и другими государствами. У нас есть взаимоотношения с очень многими структурами, членами которых мы являемся. Одна из главных проблем, которая существует сегодня, и, к сожалению, в ближайшем и воззревом будущем не видно пути ее решения, это проблема территориальной целостности нашей страны. Вопрос правого и левого берега существует. Вопрос, который дает повод для очень многих спекуляций. И, к сожалению, сейчас, вот в канун 26-летия независимости Республики Молдова снова ставится акцент на эти спекуляции, снова говорится о войне, хотя я абсолютно уверена, что никто ни на правом, ни на левом берегу этой войны не хочет. В стране, где, как верно подметил мой коллега, однажды пролилась кровь, где еще живы родители, похоронившие своих сыновей, где без отцов росли дети, я думаю, что простые люди войны не захотят никогда. И мне очень сложно представить, какой стимул будет сегодня предложен молдаванам для того, чтобы поднять руку на своих братьев, как это случилось в 92-м году. Вместе с тем это звучит в последние несколько дней очень часто и средств массовой информации, и из уст ряд политиков, и даже верховный главнокомандующий позволил себе произнести уже слово «война». И очень интересно наблюдать за тем, что происходит сейчас в канун годовщины независимости. Потому что те, кто должен, наоборот, успокаивать общественное мнение, те, кто должен находить идеи, объединяющие народ. Даже не произносить слово «война». Тем более в качестве. А всевозможными способами от этого уходить. Вот меня беспокоит этот момент. И второй момент – это то, что, к сожалению, граждане Республики Молдова в настоящее время все более и более зависимы. Зависимы от бедности, зависимы от тяжелых жизненных условий, от безработицы, от вынужденного, от отчаяния, покидающие страну. Мы, с одной стороны, говорим, что хорошо живется в нашей стране, да, но в нашей стране около 800 тысяч пенсионеров. 80% из них получают пенсию до 1500 лев. Им точно не живется хорошо. И тогда, когда у некоторых на столах 4 ряда еды, пенсионеры в одиночестве празднуют 8 марта, вы очень много говорили, так что разрешите закончиться. Люди живут в каком-то социуме. И, кстати, даже вот эти пенсионеры, наверное, это неправильно, но им все-таки помогают дети. Наверное, это правильно, потому что я, например… Хотя я соглашусь с вами, что много, к сожалению, я это сказал, отметил. Вы знаете, я очень часто слышу от молдаван, что одно из наших не очень хороших качеств – это то, что мы поддерживаем наших детей столько времени, сколько мы в состоянии, или чаще всего это получается столько времени, сколько мы живем, родители, да. Но я вот, как не коренная молдаванка, считаю это не недостатком, а очень большим плюсом молдаван. Я считаю, что это своего рода инстинкт самосохранения, вот это сохранение традиционных связей. В нашей стране, я вернусь опять же к своей мысли, разрешите, я закончу около 200 тысяч инвалидов. Инвалид первой группы получает сегодня 670 лев. На эти деньги невозможно не то, чтобы получать нормальное лечение, а нормально питаться. Поэтому я не могу сказать, что сегодня граждане нашей страны свободны от нищеты, что они свободны от того, что перед ними стоит выбор – остаться в селе, где закрыто учебное заведение или бросить нажитое место, бросить родительский дом и уехать в лучшем случае в город или в Кишинев, а в худшем случае уехать за границу. К сожалению, мы, несмотря на то, что правительство говорит нам о хороших реформах, о успехах во внедрении этих реформ, но мы не чувствуем, что гражданам Республики Молдова становится лучше жить в нашей стране. Я считаю, что для независимости страны вот это вот очень тревожный звонок и то, что с течением времени становится не лучше, а хуже – это плохо. То есть экономическая ситуация и проблема территориальной целостности. Да. И экономическая ситуация, она, конечно же, очень усугубляется. И это, опять же, в моем понимании влияет на независимость. Тогда, когда страна все больше и больше погрязает в международных долгах, в кредитах, это тоже влияет на экономическую независимость, теперь уже не отдельно взятой семье страны. Хорошо, спасибо. Ну, вы знаете, я, конечно, проблемы, которые были высказаны, они правильные, но тут нужно, я поэтому наставиваю, что нужно ставить правильные акценты и очень четко обозначить, где есть бедность, а где ее нет. Потому что отсюда, от этого создаются и, скажем, политики государства в отношении каких-то категорий людей. Я хочу на примере, скажем, той же программы, которую было прошлое, прошлые правительства проводили. Нынешнее я вижу, что, скажем, ее опять выдвинуло. Это та политика один плюс один. Это привлечение так называемых денег диаспоры путем выделения половины суммы от правительства для того, чтобы поддерживать инвестиции в стране. Кстати, оно не работает. И, мне кажется, в принципе, она неправильна. И тут, на мой взгляд, есть какие-то проблемы. И проблемы не только в правительствах, сколько их было уже, или в политических, скажем, партиях, которые были у власти, но и, извините, и в самих людях. Вот я, когда, кстати, пишу сейчас маленький материал, такой реплику на то, что было по проблеме с диаспорой, у меня возникли с некоторыми людьми полемика по этому поводу, и я бы многим предоставил очень много, несколько вещей вот таких. Например, вот если, скажем, диаспора бывших иброславских стран, да, вот турецкая, скажем, диаспора и многие другие, на Востоке сейчас Европа работает, Польша, Румыния, Чехия и так далее, если как-то диаспора помогает стране, вот, привлекаются, самостоятельно, кстати, без особых политик правительства, вот, люди сами идут и делают инвестиции, заработали что-то в Германии или где-то в другой стране, вот те деньги, которые они заработали, или они инвестируют дома, да, а вот наша диаспора как-то этим не занимается. Вот, например, я бы спросил, сколько людей, кстати, пенсионеров, сколько людей из диаспоры платят в социальный фонд? Вот, кстати, это проблема, никто на этого не замечает, потому что многие думают, что пенсии платит государство. Нет, пенсию платят люди, которые вносят взносы в социальный фонд, да, вот те, которые сейчас вносят, оплачивают пенсию тех, которые сейчас получают пенсию. Вот то, что мы сейчас вносим, конечно, соответственно, мы будем получать, когда будем старыми, и за нас будут платить, кстати, будущие поколения. Так вот, я спрашиваю, вот эта наша диаспора, сколько людей платит социальный фонд? Я не знаю, наверное, цифра ноль, если я ошибаюсь, то она недалека от этой цифры ноль, да. Вот сколько инвестиций из диаспоры были в республике Молдова? Сколько посредством, скажем, каких-то механизмов экономических, скажем, из которых идут импозит и налоги в государственную казну, вот, идут? Понимаете, почему-то этого нет. А вот если посмотреть внимательно, все идет в потреблении, да? Это проблема современного общества, к сожалению, не только Молдовского. И причем в такие очень интересные отрасли, развлекательные отрасли, да, вот у нас процветает, скажем, заведение, которое занимается свадьбами и разными торжествами. Это, наверное, на первом месте. Традиции. Ну, извините, если уж так любишь традицию, то неужели? Наверное, нужно, как говорится, любое удовольствие стоит денег, да? Скажем, там есть еще другие отрасли, скажем, строительные отрасли, которые создали такую не очень-то здоровую, скажем, здоровую атмосферу, скажем, в отрасли строительства и, соответственно, и цен на жилье и так далее. Понимаете, вот когда вот я смотрю на эти вещи, я пытаюсь не все ложить на правительство. Хотя им, у них свои, столько им нужно, как говорится, надравить им. Но не только правительство делает страну. Делают ее и граждане. А тут, наверное, стоит и очень много, наверное, за за одну нашу передачу с вами не получится все обговорить, но стоит об этом очень долго и в других форматах об этом обсуждать. Да, миграция – это очень серьезная проблема. Я бы сказала, что во многом те вещи, о которых вы говорили с диаспорой, они происходят потому, что, опять же, людей не научили любить свою страну. С одной стороны. С другой стороны, ну, давайте вспомним 90-е годы, середина, конец 90-х, когда закрылись предприятия, когда была приватизирована земля, когда не было электроэнергии ни полчаса, ни час. Я с севера Молдовы у нас по 23 часа, по 22 часа в сутки не было электроэнергии. У нас не было отопления. То есть у нас не было обыкновенных жизненных условий. Горячей воды. И, конечно, от такой ситуации люди бежали и старались благодаря деньгам дать своим детям все то, чего недополучили они сами. Это родительская любовь, нельзя за нее осуждать людей. Они, конечно же, не понимали, может быть, и понимали, но у них не было выхода, что они, наделяя детей, скажем, или разрешая их финансовые проблемы, не додают им любовь, обыкновенную человеческую любовь. А недолюбленный ребенок, так говорят педагоги, сам никогда не сможет полноценно любить, к большому сожалению. И поэтому вот у нас и вырастает сейчас, и выросло уже общество детей-потребителей, которые действительно имеют деньги, не заработанные ими, могут эти деньги тратить так, как они считают нужным. И есть определенный перекос. Но я все-таки на первый план здесь буду ставить не граждан страны, а буду ставить правительство. Потому что граждане вынуждены жить по тем правилам игры, которые им навязывает руководство, власть, правительство, парламент. Если они не могут или не согласны с этими правилами, они из страны уезжают. К большому сожалению, мы видим, что... Но есть другая альтернатива. Какая? Жим, да. Паре. Один плюс один. Выборы. Выборы – это альтернатива, но не в захваченном государстве. Я, к большому сожалению, ловлю себя на том, что становлюсь пессимистом по отношению к выборам, хотя я всегда оптимист по жизни. Я просто вижу многие выборные компании в последнее время, где очень мало зависит от того, что человек на самом деле думает. И он сам не согласен со своим мнением, бывает очень часто, тогда, когда за его мнение ему платят. То есть в душе он считает одно, а голосует по другому. И это тоже одна из проблем государства, которое считается независимым. Большое спасибо. Мы продолжим нашу беседу после очень короткой рекламной паузы, где обсудим национальную идею, поляризацию нашего общества и много других интересных вопросов. Не переключайтесь. Дорогие телезрители, мы вернулись в студию. Я напомню, что в эфире программа «Главная». Сегодняшняя программа приурочена к дате 27 августа, к Дню независимости Молдовы. Сегодня мы обсуждаем основные успехи, проблемы государственности, целостности нашей страны с гостями нашей студии. Это депутат парламента Елена Боднаренко, а также эксперт в области конституционного права Виталий Катанов. Госпожа Боднаренко, не кажется ли вам, что наше общество, ну это и социологи отмечают, слишком поляризировано? И не кажется ли вам, что в последнее время эта ситуация обостряется? Тут господин Катана говорил, что в принципе это где-то в чем-то преимущество. Но это создает ряд проблем при решении или принятии каких-либо вопросов. Не так ли? Или я могу ошибаться? Мы действительно слишком уж заполяризированы. Я не вижу никаких преимуществ в этом. Потому что, если говорить о целостности государства, если говорить о том, что это государство нужно развивать в каком-то одном общем направлении, в каком-то одном общем русле, то нужно ставить своей целью объединение общества. Объединение вокруг какой-то национальной идеи, вокруг общей задачи, общих задач, целей. А все то время, когда мы половина любим одно направление и стремимся туда, половина другое стремимся туда, и все меньше и меньше говорим, собственно, о нашей стране, о Молдове, это никаким образом не может способствовать развитию этой страны. Господин Катана. Кстати, я это отмечал не как преимущество, а как факт. Наверное, нельзя отрицать, что он существует. Я бы хотел придать все-таки более позитивный, с исторической перспективы взгляд на эту проблему. Наверное, все-таки нужно учесть то, что нам нужно это пройти. Правда, это слишком долго по отношению к другим государствам. Та же Восточная Европа, страны Балтики, они быстрее прошли путь перестройки. К сожалению, у нас это затянулось. То есть, эта ломка старых ценностей, переход на новые ценности, она сказалась. К сожалению, у нас вылилось это еще и в другом. И вы правильно отметили, когда задали сразу же первый вопрос. Почему у них получилось, страны, которые я отметил, наверное, потому что они действительно хотели и ценили вот свою свободу. А у нас, наверное, все-таки немножко вот этот синдром, который, кстати, отмечался в истории не раз и не в одном месте. Русские историки отмечали тот факт, что когда в России отменили рабство, многие хотели обратно в рабство. То же самое в Соединенных Штатах... Мечта рабов имеет своих рабов, да? Да. В Соединенных Штатах то же самое происходило. Кстати, в Румынии то же самое происходило с Ромами. Все вот, я и читал эти вещи. И, кстати, во всех было отмечено вот такие вот ситуации, что очень много людей хотели, к сожалению, обратно в рабство. Ну вот этот синдром, наверное, каким-то другим образом, по аналогии, но он, к сожалению, у нас работает. И это происходит из-за того, что, наверное, люди не понимают, чего они хотят. Я тут не соглашусь господи Бондаренко в том плане, в том, что она говорит, что только правительство должно создавать... Нет, не только правительство, в первую очередь правительство. Я вот думаю, что и граждане, именно граждане должны создавать, наверное, ценности своего государства. Они должны предлагать какие-то видения по отношению к тому обществу, которое они хотят строить. Не только вот ждать, предлагайте мне, что вы хотите. Окей, давайте представим себе ситуацию. Наверное, граждане тоже должны иметь видение. У нас есть активные граждане, активные общественные организации, и они предлагают какие-то другие пути развития нашего государства, но их не слышат. Я не знаю, скажите хоть одну общественную организацию. Кстати, наоборот, сейчас некоторые общественные организации как-то запряглись все в одном кресле. Хорошо, господин Катанов. И работают только за гранты. На ваш взгляд, какая на сегодняшний день сложившаяся ситуация и самая актуальная национальная идея подошла бы молдавскому обществу для того, чтобы она не разделяла, а объединила его? Очень сложно. Наверное, в первую очередь нам нужно согласиться с тем, что Молдова может предложить как маленькое государство те возможности, которые предлагает такого образа общества, государства. Ну, во-первых, мы не можем думать о каких-то, скажем, интересах, которые имеют страны уровня побольше, чем наши. Ну, если мы, например, сравним даже по территории. Да, и по возможности. Израиль, мы за кадром обсуждали эту страну, он по территории практически такой же. Если уже заговорили об диаспоре, то у Израиля диаспора очень серьезная, очень серьезная внешняя помощь. У нас, к сожалению, такого нет. Но если другие государства поменьше, которым нам могут служить примером. Ну, это в чем может выразиться? Это в том, что, во-первых, люди должны быть, граждане должны желать свободы. Тем более у нас. Вот я хочу вот так. Если уж у нас так поляризированно, вот я хочу, я ориентирован, скажем, на Запад. Я хочу иметь возможность туда ехать и извлекать оттуда все, что я хочу. Начиная с отдыха и кончая, скажем, профессиональной деятельностью. Кто хочет на Восток, пожалуйста, это их дело. Вот все, чтобы это было доступно и в разумных, и в тех параметрах, о которых я говорил раньше. То есть не опрокидывая общий корабль наш и не вовлекая нас в военные конфликты. Дальше. Кроме свободы, конечно, это нормальная жизнь для людей. То есть это благосостояние людей. Ну и возможность работать всем, имея в виду наше расположение в этом пространстве географическом. Имея людям самовыражаться, имея возможность для людей самовыражаться так, как они желают. Потому что наше государство, в отличие от Соединенных Штатов или, скажем, других больших стран, которые видят себя в других качествах, имеют миссионарное отношение к своей внешней политике и, соответственно, к соотношению к своим гражданам. У нас такого нет и не должно быть, наверное. Поэтому, наверное, вот такая очень простая вещь, обыденная, простая, но, наверное, привлекательная. Это свобода для людей и благосостояние. Вот если хотя бы об этом задумаются люди, то это будет достаточно. На первый раз хотя бы. Когда вы задали вопрос господину Катана, я думала, что если бы мне задали этот вопрос первый, я бы сказала, что вы меня посчитаете идеалисткой. Но господин Катана, собственно, сказал то, что я хочу сказать. Я считаю, что национальные идеи Республики Молдова на данном этапе и на несколько десятилетий вперед должен стать человек. Человек со всеми теми благами, со всеми теми правами, обязанностями, которые гарантируют ему неплохое законодательство Республики Молдова. С этим соглашаются многие международные эксперты. И человек должен быть тем золотым запасом нашей страны, который даст ей возможность максимально успешно развиваться в будущем. И каждого человека, каждого гражданина нашей страны нужно держать на руках как очень хрупкую хрустальную вазу и создавать ему максимально комфортные условия. То есть все те реформы, все те программы, все те кредиты и гранты, которые приходят в нашу страну, они все должны быть направлены на то, чтобы человек чувствовал себя в этой стране комфортно. И тогда будут решены все проблемы. И рождаемость повысится, и демографическая ситуация улучшится, и старение человека будет наступать позже, и продолжительность жизни, соответственно, тоже увеличится. И тогда люди не будут уезжать из нашей страны навсегда, как, к сожалению, они уезжают в последнее время с детьми. Может быть, я действительно идеалистка, но я думаю, что это можно сделать. И в тот период, когда партия коммунистов руководила страной с 2001 по 2008 год, было сделано очень много шагов для того, чтобы вот эти проблемы решались. Да, при тех недостатках, при тех просчетах, которые сейчас называют, забыв о том, что хорошего было гораздо больше. Но давайте вспомним хотя бы те программы, которые были при коммунистах. Например, программа «Молдавское село» для того, чтобы не сокращать вот это пространство для людей, живущих в сельской местности, потому что сегодня очень многие люди, живущие в огромных городах, мегаполисах, они очень хотят незатейливой жизни, хотя бы увидеть ее. А очень многие любят село и очень многие сложно себя находят в таких больших городах. Они вынуждены переехать, но они не чувствуют себя счастливыми. Мы развивали эту программу «Молдавское село», программу «40 городов». Мы поддерживали молодых специалистов, и они начали с удовольствием ехать на работу в сельскую местность. Восемь лет – малый срок для того, чтобы эти результаты были уже очень ощутимыми. Плюс, конечно же, вмешалась политика. Поэтому я и говорю о том, что на несколько десятилетий вперед мне сложно представить, какое правительство, исходя из того, что мы имеем на сегодняшний день, будет проводить такую национальную идею. Но я считаю, что это спасение для нашей страны. Вы говорите о очень важных вещах, вы говорите о наращивании инфраструктуры. Это необходимо, это я на все 100% согласна. Просто господин Катана говорил о свободе, о ментальной свободе. И сегодня на самом деле общество разделено. Один думает так, один думает о Западе, другой думает о Востоке, и в идеале это было бы здорово, чтобы они друг к другу толерантно относились. Но я думаю, что толерантно у нас в стране относятся только процент интеллигенции, которым можно отнести господина Катану. То есть интеллигентные, образованные люди, которые очень спокойно воспринимают и считаются уважительно с мнением другого человека. У нас, к сожалению, сегодня, я только вот закончу, у нас сегодня те, кто считает, что он говорит на молдавском языке, очень плохо понимают тех, кто считает, что он говорит на румынском языке. Не так ли? Это результат деятельности молдавских политиков. Потому что, к большому сожалению, разобщенность культивируется сегодня в нашей стране. Я всегда считала, что интеллигентность не стоит через знак равенства с высшим образованием. Это ни в коем случае не относится к моему собеседнику. Одно из условий, кстати. Одно из условий. Но я, опять же, родившись в городе, видела очень много людей в возрасте, людей очень интеллигентных, которые для меня интеллигентные. Наверное, у них старое, это не значит, что у него не было вошедшего образования. Нет, нет. У многих из них не было даже среднего специального образования. Для меня интеллигентность – это не только знание теории, имение практики и умение говорить на нескольких языках. Для меня интеллигентный человек – это тот, кто никогда не позволит себе бросить бумажку на асфальт или бросить окурок, или произнести нецензурное слово в присутствии женщины или ребенка. Это тот, кто обязательно уступит место пожилому человеку. То есть для меня интеллигентный человек – это очень большое понимание. Это не просто высшее образование. Вообще, если говорить по Ожигову, то интеллигентный человек – это человек, который является патриотом своей страны. Ожигов говорил, что вот это интеллигент. Ну, не хотелось бы очень уходить. Но все же вы видите языковую проблему на сегодняшний день, проблему истории. Да, она сегодня существует, но она существует не столько в головах молдавских граждан, сколько в головах молдавских политиков, которые посредством массовой информации провоцируют и культивируют. Потому что это дает им возможность спекулировать на каком-то определенном сегменте избирателей и получать какие-то избирательные дивиденды в период выборных кампаний в первую очередь. Я бы, кстати, тут тоже отметил, я уже, хотя правильно было бы, что государство имело какие-то политики в этом плане, но я уже где-то в определенных местах она и сейчас должна быть. Например, в Гагаузии, да, должно государство предоставлять условия для изучения государственного языка. Это однозначно. А их нет. Но, в общем, я скажу так, что когда государство не вмешивается, мне кажется, вещи происходят немножко получше. Потому что жизнь как бы и время все расставляет так по местам, вроде бы без конфликта все как бы начинают соображать, что нужно для себя сделать и вещи улаживаются. Поэтому я уж так скажу, что в этом плане уж лучше, чтобы государство, если у нее нету что-то стоящего, то уж лучше не вмешиваться, лучше, чтобы люди сами сориентируются. И это получается. Маленькую реплику по поводу Гагаузии. Кстати, когда в Гагаузии открылся лицей, где преподавание на государственном языке, это было лет 11-12 назад. Сначала там был недобор даже в двух или в трех классах. На сегодняшний день для того, чтобы этот ребенок, это считается престижным лицеем, и все родители стремятся отправить своего ребенка, хотя бы, хотя бы, чтобы он начальную школу закончил на государственном языке. И, в принципе, нет катастрофически в этом лице, и не хватает катастрофически. Я хотел просто сказать, я не знаю, может, сейчас улучшилась ситуация, но я помню, потому что я бывал, правда, периодически, часто, но это было пару лет назад, и проблема оставилась таким вот образом, что даже не хватает учебников и учителей и так далее. Вот этого не должно быть. Это есть. Это будет чуть-чуть на какую-то долю процентов. Как русскоязычный человек, который тоже учил молдавский язык, я хочу сказать, что, к большому сожалению, методика преподавания в русскоязычных школах, она очень плохо совершенствуется. Сегодня она мало чем отличается от той методики, по которой я учила молдавский язык. И русскоязычный человек выходит из среднего учебного заведения с очень большим словарным запасом и с очень слабыми навыками складывания предложений. И обычно у русскоязычных страдают склонения и спряжения. И вот в этом плане ничего не делается. И все же, господин Катана, вы не ответили до конца мне на вопрос. Существует проблема у нас в стране? Проблема изучения истории, которую мы изучаем? Языковая проблема? И какие вообще должны быть стимулирования в обществе для того, чтобы оно не разделялось, соответственно, вот этим фактором? Я не думаю, что есть. Потому что, когда у человека сложилось определенное видение вещей, очень сложно все это переделать. Все, что может сделать государство, это создать климат для сожительства, скажем, людей с разными взглядами. Вот это правильно. И пресекать все те возможные ситуации притеснения, скажем, людей с другими взглядами. Вот это должно присутствовать. Поэтому я сказал, что государство, наверное, на данный момент хотя бы, если нету, и вряд ли, я, кстати, тоже писал по этим и анализы по, скажем, по правам национальных меньшинств и, конечно, по отношению с тем, что означает в общем большинство и в общем общество. Наверное, лучше не пытаться проводить какие-то политики определенные, потому что они могут трактоваться как, скажем, чье-то видение, чье-то, скажем, мнение частное и которые притесняют других. По этому я говорил, что уж лучше, если нету каких-то, скажем, очень хороших решений, то уж лучше работать в этом плане, создавать условия для того, чтобы люди мирно сосуществовали, чтобы не дрались люди с другими мнениями. Вот пунктуально, где нужно решать какие-то проблемы, как мы уже отмечали с вами, скажем, проблемы с учебниками, с учителями или какие-то технические вопросы в плане изучения языка, это да, это уже обязательное дело. А так проводить какие-то в общем плане какие-то ценности, которые, скажем, привлекают одних, но отталкивают других, наверное, вряд ли стоит. И, кстати, примеров таких сколько угодно. Мы все время ссылаемся, в общем, на примеры разных стран благополучных, но забываем изучать и почему именно так происходит. А происходит именно потому, что вот удается людям, которые говорят на разных языках, которые имеют разный взгляд сосуществовать. Таких примеров очень много в Европе, и, наверное, стоит поглубже изучать вот эти примеры. Потому что я вот не хочу, чтобы мне кто-то пытался вталкивать какие-то свои мнения, какие-то видения вещей, запрещать мне ехать и ставить границы куда-то. Я, в свою очередь, не собираюсь никому запрещать куда-то ехать и учить то, что ему хочется. Вот таким вот образом я вижу эти вещи. Мы сегодня говорили о политической культуре. И я думаю, что политическая культура в первую очередь, или начинаться она должна все-таки с политических партий. С тех, кто эту культуру несет в массы, как было принято говорить в советское время. Потому что несложно представить, чтобы в какой-то из стран Европы, где тоже существуют миграционные процессы, чтобы политики, приходя на выборы, говорили «я за то, чтобы сотрудничать, допустим, только с Чехией, другой только с Германией, третий только с Венгрией». В Молдове произошло так. Почему я говорила о том, что все-таки наши политики очень много усилий приложили к тому, чтобы наше общество было разобщено? Искусственно. Искусственно. Потому что в 2014 году, давайте мы вспомним парламентские выборы, хотя это началось раньше. Тогда, когда одни политики говорили о том, что мы только за Европейский Союз, мы за ассоциацию, мы за отмену безвизового режима. И, конечно, те люди, которым сложно найти себя здесь, у которых здесь невысокий уровень жизни, видят отмену визового режима как панацею, как способ улучшить свою жизнь. И они поддерживают тех политиков, которые предлагают им западное направление. Другие политики делают математический расчет, к сожалению, сейчас во главе угла политтехнологии, а не уважения к человеку. Делают простой расчет. Около 700 тысяч молодован находятся на заработках в России. У каждого из них минимум один член семьи, а то и два, три и больше, если говорить о детях, о двоюродных, троюродных родственниках. За кого они будут голосовать? Конечно, за ту партию, которая провозгласит хорошее отношение с Россией. И начав в 2014 году мы и в 2015 год на местные выборы пришли точно с такой же разобщенностью. И как не пытались промолдавские силы, в числе которых и партия коммунистов говорить, что ну ладно, если с натяжкой мы говорим о международных отношениях, то здесь на местном уровне вопроса ремонта дорог, открытия групп в детских садах, присвоение кадастрового номера вам не будет решать ни Европа, ни Россия. Вы должны выбирать тех людей, которые будут работать для страны. Снова уже по инерции как бы выбирали тех, кто... Те, у кого родственники работают в России, выбирали тех, кто был в 2014 году за Россию, тех, у кого родственники работают в Европе, выбирали тех, кто в 2014 году предлагал хорошее отношение с Европой. Что мы получили? Такой же раздрай, как на центральном уровне, такой же раздрай на местном уровне. Во многих населенных пунктах происходят скандалы на заседаниях местных советов, срываются заседания местных советов, не принимаются или с задержкой принимаются бюджеты. Все это никак не влияет на качество жизни граждан. И вот это та культивация разобщенности, о которой я сегодня говорила. Спасибо. К сожалению, время эфира очень быстро пролетело, но в конце программы я хотела бы предоставить, конечно, если у вас есть желание, по минуте нашего эфира, где вы могли бы обратиться к гражданам нашей страны, поздравить их с 27 августа, если вы, конечно, считаете это необходимым для себя. Ну, я бы сказал так, что в любом случае, когда такое событие, нужно иметь хорошее настроение, поэтому нужно это поддерживать. И я скажу так, как бы сложно ни было, как бы трудно ни было, на мой взгляд, все-таки лучшее, что мы сейчас являемся свободными, и можем мы себе многое позволить, то, что раньше не могли. Можем свободно передвигаться, у многих жизни стало лучше, и, на мой взгляд, нужно это ценить. Кому, те, которые ностальгируют по прошлому, я скажу так, я тоже немножко времени из того, той поры имею в своей жизни, поэтому я понимаю это чувство, свои года из жизни не выкинешь, но в любом случае нужно смотреть вперед, потому что прошлое, ну, никак нельзя. Так же, как молодость, к сожалению, нельзя вернуть, жизнь обратно не повернешь, и то же самое здесь. Поэтому нужно думать о будущем, и не нужно думать о прошлом, и как-то об этом сокрушаться. Нужно вот в данном нынешнем времени что-то делать для того, чтобы завтрашний день стал лучше. Спасибо, господин Катана, госпожа Паттаренко. Уважаемые сограждане, уважаемые коллеги, действительно, даже если независимость нам досталась относительно легко, мы с вами должны извлекать максимум хорошего и доброго для каждого человека, для нашей страны в целом, и с той ситуацией, в которой мы живем сейчас, и с той ситуацией, которая сложилась в нашей стране. Мне хочется поздравить вас, уважаемые телезрители от имени Партии коммунистов Республики Молдова с наступающим Днем Независимости. Мне хочется высказать надежду, и мне хочется, чтобы эта надежда была пламенной, не огоньком, который вот-вот затухнет, что мы сумеем с вами побороть все эти сложности, справиться со всеми теми проблемами, которые есть сегодня в Республике Молдова, что нам удастся освободить это независимое, но захваченное государство, вернуть его народу, и строить жизнь этого народа в этой стране, именно так, как говорили мы сегодня с нашим коллегом. Пользуясь всеми теми правами, соблюдая все те обязанности, которые гарантирует нам Конституция, и самое главное, любя эту страну, любя каждого человека, который в ней проживает. Спасибо огромное вам за интересную беседу, за исчерпывающие ответы. Дорогие телезрители, я напомню, что в эфире была программа «Главная». С вами была я, Нина Демоглова. В гостях у нас сегодня был депутат парламента Елена Боднаренко, а также эксперт в области конституционного права Виталий Катана. Я желаю вам хорошего вечера. Встретимся ровно через неделю. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»!